коллеги добрый день с вами сергей наумовский рубрики совет недели на канале автопаркетолог продолжаем нашу серию про отделов на и делительских центрах давайте сегодня сделаем шаг назад и поговорим о самом офисе отдела и фанай посмотрим короткое видео сегодня мы поговорим про сам офис отдела и фанай про физический офис отдела и фанай у вас может возникнуть вопрос о чем вообще идет речь то чтобы понять о чем идет речь мы опять обратимся к передовым делительским центром сша вы знаете что я даже скажу них передовым делительским центром сша а ко всем делительским центры сша как выглядит офис отдела и фанай в делительских центров сша давайте посмотрим прежде всего это премиальное офисное помещение в большинстве случаев это одно из самых премиальных офисных помещений во всей шоуру тихая и комфортная обстановка расслабляющая атмосфера на слайде приведены несколько фотографий просто для понимания насколько это удобный и спокойный офис а теперь давайте посмотрим на типичный офис отдела fn i в дилерских центрах россии не во всех но во множестве если это вообще можно назвать офисом отдел fn i в большинстве дилерских центров россии дать я перефразирую скажу во многих дилерских центров россии чтобы никого не обидеть это открытое пространство где стоят смежные столы загроможденная среда отвлекающие шумы и запахи есть дилерские группы где достаточно премиальные дилерские центры имеют отделов соевра и около входа в отдел сервиса где периодически открывается дверь оттуда пахнет выхлопными газами идут какие-то грохот шум и вот это вот отдел fn i в дилерских центрах россии опять-таки приведены несколько фотографий где достаточно наглядно показан типичный офис отдела fn i в дилерских центрах россии пожалуйста посмотреть итак мы увидели офис или скажем так отсек дилерских центров россии где располагается отделов иной и офис отдела fn i в дилерских центрах сша может возникнуть вопрос а какой это вообще имеет отношение к реальности зачем это все нужно давайте опять посмотрим наглядный пример зачем это нужно видно я хочу вам предложить новый продукт это дополнительная гарантия на ваш новый автомобиль дополнительная гарантия дает вам значительное преимущество случае электрической или механической поломки вашего автомобиля кольца их не ничего не починили тут мы еще не начали ее чинить а я уже без машины не знаю почему вы решили что мы не будем ремонтировать машину давайте мне подходит итак что мы видим мы видим пример когда за одним столом идет профессиональная продажа какого-то продукта отдела fn i например дополнительная гарантия а за совершенно соседним столом идет идет горячий аргумент конфликтный по поводу этого продукта вы мне что-то продали она не работает то есть один клиент у него эмоции он купил новую машину он весь счастливый ему предлагают какие-то продукты в полуметре от него идет конфликт по поводу этого же продукта это пример может быть другая ситуация то есть нет смысла разыгрывать их все может быть продажа одного продукта за одним столом а за другим столом тоже не конфликтная ситуация но продажа подобного продукта где клиент просто банально не считает нужным его купить и слышит какие-то возражения предполагает какие-то возражения клиент которому предлагается этот продукт за другим столом может может и хотел его купить но слышки это возражения клиенты все имеют какое-то чувство напряженности страха это может убить продажу вы знаете даже если нету никакого конфликта даже если все хорошо даже если нету никого за соседним столом просто сама сам факт что отделов и на и находится в открытом помещении это подвергает само взаимодействие менеджера делая фанай с клиентом каким-то внешним шумом кто-то прошел рядом открылась дверь закрылась дверь большое помещение это теряет возможность сосредоточиться это теряет возможность сосредоточиться на продаже как менеджера дело фанай так и клиента это понижает уровень профессионализма понижает уровень премиальности этих продуктов и премиальности этих отношений такой настолько очевидный факт что спокойствие которое предлагается в отделе фанай путем приобретения различных продуктов фанай по сути в значительной мере аннулируется отсутствием спокойствия в самом офисе фанай это вне моего понимания почему это так действует но пока по той или иной причине во множестве дилерских центров россии этот факт игнорируется профессионализм дилерских центров критически важен люди ценят профессионализм и профессионализм отдела фанай начинается с самого офиса отдела фанай первым шагом нет необходимости сразу там выстраивать какие-то замечательные офисы с деревянной отделкой нет но хотя бы такие примитивные вещи как разделители между столами могли бы быть первым шагом к прогрессу в отношении профессионализма самого офиса отдела фанай и так отделов она и начинается с офиса отдела фанай имейте это в виду напоминаю 5 декабря автомаркетолог совместно с академии руат проводит комплексную программу обучения профессионального обучения специалистов отделов фанай дилерских компаний открыта запись по ссылке ниже присоединяйтесь ваше ваше Субтитры сделал DimaTorzok